Тревожные новости о пожарах в нашем регионе буквально напоминают фронтовые сводки. По статистике число погибших выросло наполовину, травмированных в два с половиной раза. А сейчас с приходом теплой погоды наступил пожароопасный сезон, который в первую очередь провоцируется палом травы и походами в лес на шашлыки. О том, как уберечься от огня и как каждый из нас может воспрепятствовать возникновению пожара, поговорим с начальником отдела Организационно-аналитического обеспечения государственной статистики и учета пожаров Главного управления МЧС России по Оренбургской области, майором внутренней службы Виктором Николаевичем Мирошкиным. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот забегая, наверное, вперед, вопрос, который, наверное, все-таки самый важный. Если случился пожар, что делать конкретному человеку в этой ситуации? Ну, если мы начали уже говорить по касаемо лошадных пожаров, в первую очередь я бы хотел сказать информацию по статистике. То, что на данный момент у нас количество пожаров с уходной травянистой растительностью уже превысило в два раза. То есть то же самое и по площади. Да и в целом статистика по пожарам, можно сказать, кричащая. У нас наблюдается рост также по техногенным пожарам, по количеству погибших, тромерных людей, в том числе по количеству погибших детей. С начала года у нас уже погибло, к сожалению, шесть детей. Хочу отметить, что за весь прошлый год всего шесть детей погибло. Касаемо действий, которые необходимо делать при обнаружении пожара. В первую очередь необходимо позвонить в пожарную охрану по номерам телефонов 011-100 стационарных телефонов, либо по номерам 101-112 с мобильных устройств. Это что касаемо ландшафтных пожаров. Меры потушения ни в коем случае не принимать. Ну да, если степь горит, один человек... Потому что, какими бы ни казались ландшафтные пожары малозначительными, даже если мы видим, что небольшая площадь пожара, легкое дуновение ветра способно распространить данный пожар до десятков метров. Об этом и говорит статистика, что за пять лет на ландшафтных пожарах у нас погибло четыре человека. И семь человек получили травмы различной степени тяжести. А казалось бы, пожар сухой травы. Ну, при дуновении ветра происходит быстрое распространение данного пожара. На людях загорается одежда, люди получают травмы. И от получения травмы, впоследствии могут погибнуть. Что касаемо действий, если пожар произошел в жилом секторе. А так у нас практически 90% погибших людей и людей, получивших травмы, также в первую очередь необходимо позвонить по вышеназвенным номерам телефонов и принять посильный мер по тушению пожара, а также по спасению людей. Что подразумевается под посильными мерами. Если мы видим, что пожар еще не успел распространиться, можно попытаться потушить водой, либо там затоптать, накинуть одеяло, чтобы перекрыть доступ к кислороду. Если же мы видим, что пожар потушить не удается, необходимо максимально короткое время покинуть место происшествия. А вот смотрите, если пожара хватил, допустим, дом, частный дом, есть же такой эффект, как обратная тяга, то есть двери резко же открывать нельзя. Вот как быть? Во-первых, не нужно паниковать, да? Это первый момент. Следующее как здесь действие. Конкретно, вот горит помещение? Да, вот касаемо паники. Паник – это главный враг человека. Вроде бы казалось, человек прожил всю жизнь в доме, а когда он просыпается ночью и ничего не видно, дышать нечем, человек просто банально паникует, он не может найти выход из комнаты, и довольно много людей обнаружат непосредственно возле выхода из жилого дома, когда они просто не успевают добраться до свежего воздуха. Если же пожар обнаружен в жилом доме, например, человек спал ночью, проснулся, уже имеется задымление, и выйти не представляется возможным. Необходимо плотно закрыть двери, заткнуть щели, все щели тряпкой, желательно мокрой, чтобы перекрыть доступ продуктов горения, в частности дыма, а также позвонить пожарную охрану. Причем при звонке сообщить, что выбраться не могу, и сообщить, в какой комнате человек находится. Потому что первостепенная задача подразделения пожарной охраны – это спасение жизни. Далее, пока человек ждет, пока приедут пожарные, дышать можно через тряпку, желательно смоченной водой, естественно, чтобы уменьшить количество попадаемого дыма в легкие, а также находиться как можно ниже, то есть ближе к полу, потому что продукты горения, дым, они скапливаются изначально у потолочного перекрытия, и по мере заполнения помещения дыма данный уровень опускается ниже. То есть чем человек ниже, тем там воздух, естественно, чище. Касаемо обратной тяги, данный эффект вызван довольно быстрым поступлением кислорода, а кислород, как известно, это одно из условий горения. Когда быстро поступает кислород, происходит резкое воспламенение газовоздушной смеси, и, естественно, можно получить определенные ожоги. То есть для этого мы закрываем дверь и по возможности плотно прикрываем окна. То есть да, мы можем там покричать в окна другим гражданам, обозначить, где вы находитесь, потому что при подъезде пожарной охраны начальник караула, он оценивает обстановку и направляет свой караул именно на спасение жизни. Естественно, другие граждане будут говорить, в таком-то окне находится потерпевший человек. После этого окно нужно закрыть, чтобы, естественно, не было притока воздуха. В кинофильмах, для того, чтобы показать нам пущие эффекты, показано, что герои начинают от пожара скрываться на лифте. Насколько это опасно? Нельзя же пользоваться лифтами во время пожара на квартирном доме? Однозначно, лифтом пользоваться нельзя, потому что если дым в шахту лифта попадет, и лифт остановится, то, естественно, человек не сможет ничем дышать. То есть однозначно, лифтом нельзя пользоваться. И этим, что хотелось бы отметить, вот два правила, не паниковать, нельзя пользоваться лифтами. Это в том числе обозначивается при проведении открытых уроков в детских садах, в школах. Периодически в первых классах проводится эвакуация. Только за первый год эвакуация в одной школе может проводиться три более раза, чтобы дети понимали, как выйти, за кем держаться, дышать через платочек. Потому что молодое поколение наше все, и в дальнейшем, как мы их научим, то мы, как говорится, и получим в дальнейшем. Здесь еще есть один положительный эффект. Ребенок пришел из школы, рассказал родителям, что к нам приходили дяденьки пожарные, рассказывали, и то есть это тоже передача информации. Все верно. Вот говорим о возрасте. Можно четко сказать, какие-то социальные, возрастные группы, можно отнести к группам риска по горению на пожарах, скажем так? Ну, как таковое, выделить количество пожаров по социальному статусу, по виновным лицам по социальному статусу, либо по возрасту, ну, просто не представляется возможным. Каждый возраст и каждый социальный статус погибают и получают травмы, к сожалению, примерно одинаково. Но вместе с тем можно выделить ряд моментов. К примеру, в текущем году пожары по причине неосторожности при курении были совершены лицами старше 40 лет. А вот пожары носимых вещей, в результате чего получение травм, происходили в результате неосторожности при приготовлении пищи. В данном случае категория красных у нас домохозяйки. Дети, насколько страдают? Вы сказали, что огромный рост. Причина, почему вот ребенок оказывается в такой ситуации? Это как взрослого не доглядели. Что случилось? Почему? Ну, однозначно в данном случае ответственность родителей, потому что ребенок в силу своего возраста не может принимать правильные решения по эвакуации. Он может не представлять, куда идти. И зачастую дети прячутся в шкафах, под кроватью прячутся от дыма. И вот в том числе обязанности родителей объяснять детям, что ни в коем случае нельзя прятаться. Есть акции, вот ваше управление муниципальных, насколько я знаю, структур, направленные на профилактику пожаров. В частности, вот дымоуловители так называемые, да, пожарные извещатели. Насколько это эффективная штука, насколько это эффективная акция? Там же какие-то льготы, да, определенным категориям при установке. И сам по себе прибор, он же вообще энергоемкий, да, там ничего, только меняя батарейки. Вот насколько это эффективно, и сколько пожаров удалось предотвратить? Ну, хотелось бы начать с того, что, как правило, данные автономные дымовые пожарные извещатели, их название сокращено, называемые АДП, либо пожарный извещатель, устанавливаются в жилых домах. В жилых домах горение может оплатить большую площадь только в том случае, когда, к примеру, полилось и загорелось масло, либо произошла вспышка газово-воздушной смеси, когда произошла разгроматизация газового оборудования, плитой щелкнули, либо спичкой зажгли, произошла вспышка, начали гореть, начало гореть потолочное перекрытие, шторы и так далее. В большинстве случаев в жилых домах горение развивается довольно медленно. Ему предшествует довольно длительный промежуток тления, в результате которого выделяется дым и своеобразный запах гаря. Вот если в дневное время граждане способны своевременно обнаружить задымление и запах, то в ночное время с этим дела обстоят гораздо хуже. Вот в данном случае как раз-таки просто необходимы пожарные извещатели. То есть изначально вот расскажу про его принцип. Данный извещатель представляет собой небольшую коробочку автономную, в которой находится элемент питания и специальные датчики. Для установки данного пожарного извещателя не требуется ни привлечения специалистов, он просто вешается на потолочное перекрытие и гражданам требуется раз в год поменять батарейку. То есть при возникновении небольшого задымления данный извещатель издает довольно громкий звук. И данный звук, его громкость и частота способны разбудить даже глубоко спящего человека. То есть опять же мы сформулируем ситуацию. Человек спит, произошел пожар в соседней комнате, треску он не слышит, то есть по горе начинает, естественно, развиваться. Начинает накапливаться у нас задымление у потолочного перекрытия, задымление, естественно, уровень задымления постепенно опускается. И человек может этот уровень почувствовать только когда уровень опустится до места. Когда уже начал задыхаться. Дело спал, да. Он не встает, не понимает, что с ним происходит. Встал, ничего не видно, уже происходит. Дезориентация, паника. И вот это приводит к печальным последствиям. А извещатель вовремя прогремит, развенит. Да, в свое время начинает звенеть. Одним из таких примеров, хотелось бы выделить, что в 21-м году у нас в селе Нуштайкино был Кросландского района. В жилом доме проживала семья из семи человек, в том числе пяти детей. Четыре часа ночи их разбудил пожарный извещатель. Глава семейства, естественно, вывел всю семью на улицу, хотя уже в доме чувствовалось задымление. Зашел в дом и увидел, что происходит тление проводки в электроспределительном щитке. Он отключил электроэнергию, отключил газ. То есть, естественно, горение, да, у нас не успело возникнуть, было только тление. Опять же, о чем я говорил, то что в жилых домах происходит довольно длительный период от момента, скажем так, к примеру, короткого замыкания до момента открытого горения. И на начальной стадии пожар можно ликвидировать. Устройство спасает много жизней. По статистике, примерно. По статистике, да. Акция у нас введена с лета до 2014 года, уже в 2015 году, дала свои первые положительные результаты. За 2015 год были спасены жизни 14 человек, в том числе 9 детей, а также 1 ветерана Великой Отечественной войны. А вот за весь период акции спасены жизни 145 человек, в том числе 93 детей. И вот хотелось бы подвести черту, подытожить. Важность автономного пожарного извещателя, она неоценима. То есть потратить незначительную сумму денег, купить этот извещатель, это будет гораздо лучше, чем произойдет пожар, будут какие-либо от него последствия, и, не дай бог, погибшие травмирные люди. Виктор, вот криминальные сводки говорят о том, что мошенники действуют на этом поле, предлагают за 5-10 тысяч, а данное устройство, якобы вот это вот, панацея от всех бед, еще и преувеличивает его значение. Какая стоимость, в принципе, этого прибора, где вы его рекомендуете, как говорится, приобретать так, чтобы люди здесь не страдали от мошенников, от их действий? То есть, это же муниципалитет, как-то выделяет, какие-то заявления нужно писать, как сделать это правильно? Вообще, в рамках акции данные пожарного извещателя выделяются бесплатно, но определенной категории кражин. Это у нас пенсионеры, инвалиды, социально незащищенные группы граждан, многодетные семьи. Иные граждане могут самостоятельно приобрести пожарные извещатели. Стоимость начинается их от 300 рублей. Но где покупать, я говорить не имею права, потому что это... То есть, это в свободном доступе, да? И главное, что гражданин может за эти небольшие деньги сам приобрести, не нужно никаких лицензий, сам самостоятельно установить и только менять батарейки. Однозначно сумма небольшая, и точно не больше тысячи рублей. А люди, которые ходят и перепродают, так сказать, перекупы данных извещателей, естественно, и они завышают цену в разы просто по данным пожарным извещателям. Пожаров много. Как с ними бороться, мы примерно уже представляем. Причины пожаров и часто ли умышленный поджог, ну вообще любой поджог, это уже умышленное действие происходит. Как определить? Это был поджог. Вот по практике, по вашей, по опыту. Вообще основными причинами из года в год соответствует статистикой являются нарушения правил устройства и эксплуатации электро и печного оборудования, неосторожное обращение с огнем и поджоги. В текущем году у нас произошло 58 пожаров по причине поджогов. То есть по каждому пожару проводится проверка. На каждый пожар выезжает дознаватель государственного пожаронадзора. Если дознаватель видит признаки поджога, он вызывает следственные оперативные группы. А как он их определяет? Сейчас я до этого дойду. И вот совместно со следственной оперативной группой они начинают проводить составлять протокол осмотра, то есть проводить осмотр места происшествия и проводить иные следственные действия. Касаемо определения места пожара, то есть для этого у нас учатся пять лет сотрудники, но в большинстве случаев поджоги определяются по нескольким факторам. Это прогары в полу, то есть сбросил в печку. К примеру, жилый дом, его напольное покрытие очищается от пожарного мусора и там уже видно, то есть где было первоначальное горение, там имеются характерные прогары. Также пожаром наруживаются испытательные пожарные лаборатории, то есть на особо сложный пожар, либо если мы видим признаки поджога, мы вызываем пожарную лабораторию. химические анализы какие-то. Да, у них есть специальные приборы, так называемые нюхачи, то есть если мы видим очаговые признаки, данный аппарат подносится и он определяет, были ли в данном месте легко воспламеняющие жидкости. Также поджог можно определить, естественно, по опросу очевидцев. Как правило, в 90% случаев поджогу предшествуют такие-либо угрозы, либо недолмовые. То есть и по горячим следам следователи уже работают с предполагаемыми виновниками возникновения пожаров. А любой поджог, он уголовно наказуем. То есть это уже уголовное дело. То есть избежать ответственности не удастся? Нет. Спасибо большое, что пришли. Всего доброго. Саня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова